Наступающее лето – время для спорта не в душном зале, а на свежем воздухе. Это прекрасно понимают поклонники такого вида спорта, как пляжный волейбол, которые боролись за лидерство в Северном парке нашего города. Для пляжного волейбола не требуется сложная специальная экипировка или большое количество оборудования. Вам нужно лишь взять мяч, сетку, прихватить несколько друзей и отправиться на ближайший пляж или оборудованную площадку с песком. Игра эта позитивная, стремительная и очень веселая. Благодаря тому, что игра проходит на песке, в этом есть свои плюсы. На него падать при игре гораздо мягче. Песчаная площадка в Северном парке стала местом состязаний для команд городского и десяти сельских поселений в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства Славянского района под девизом «Живым и павшим посвящается». Сегодня у нас проводится очередной вид спартакиады среди физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Это пляжный волейбол среди мужских и женских команд. Сегодня приехали 11 поселений Славянского района для участия в данных соревнованиях. Как бы все проходит на высоком уровне. Не только участники приезжают, но и болельщики друг друга поддерживают. Всем очень нравится, все уезжают с положительными эмоциями. Как бы это самое главное. После разминки соперники приступили к игре в пляжном волейболе. В команде всего два игрока, поэтому двигаться получается намного больше, нежели в классическом волейболе, что обеспечивает лучшую физическую форму. Эта игра обеспечивает хорошее развитие всех групп мышц. Пляжный волейбол – это очень энергичная игра, подвижная. Да, сегодня, правда, отличная погода, не жаркая, не солнечная, но все равно довольно благоприятная. Долго я занимаюсь этим видом спорта. Моя напарница тоже достаточно такой наигранный игрок. Ну, мы будем стараться. Здесь нужно надеяться только на себя и на своего партнера. По-другому здесь никак. Нужно быть уверенным и подбадривать друг друга. Пляжный волейбол, помимо традиционных для волейболистов прыгучести, хорошей реакции, силы, чувства мяча, требует большей выносливости. Поскольку в игре на песке спортсменам приходится чаще совершать прыжки и рывки. Не нужно забывать и о погоде. Правда, в день соревнования она была очень благоприятная для спортсменов. Это постоянное движение, постоянная работа над собой, постоянно новые возможности стремиться достигать своего. Поэтому это очень чудесный вид спорта для всех. Погода прекрасная. Мы долго готовились к этим соревнованиям. Надеюсь, выступим достойно. Все нам благоволит, чтобы этот день прошел хорошо. Очень рада, что столько времени сейчас уделяется спорту, волейболу. Поэтому всем удачи. По итогам состязаний среди мужских команд победили анастасиевцы, на втором месте Коржевская, на третьем – Протокское сельское поселение. Среди женских также лидировала команда из Анастасиевской. Второе место у Черноярковского, третье – у прибрежного сельского поселения. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова